я пока тут в номер зашла охладиться на улице такая жаришка как у вас дела давно в эфир не выходила забросила я свою игру потому что в той улетела и половину всяких разных задач по игре выполнять не получается компьютер потому что не взяла проращивать ничего не могу то что у меня там тоже в желаниях написано вот отдыхаем как у вас делишки как погодка тема у меня нету как обычно только по вашим вопросам если рада вас видеть блин у меня такое классное настроение вы просто не представляете как классно отдыхать кто-то работает работу кто-то отдыхает я вчера была новые сторисы мои видели путешествие по островам разным сгорела нафиг сейчас пантенолом мажусь наконец-то тепло и солнце привет отдыхающим да привет ой спасибо за комплименты даже маску не одеваю никакую в инстаграме меня хоть лицо отошло я вообще была просто красная думала вот так вот с меня кожа начнет слазить я в первый день приехала решила никуда не ходить на солнце чтобы не сгореть ну думаю хотя бы один денечек на следующий день пошла на море сразу взяла лежак под зонтом намазалась пятьдесят пятьдесяткой кремом от загара и сгорела напрочь за пару часов просто в тени под зонтом и вот таким вот слоем крема все равно просто я все красные сегодня какой пятый день пантенол только вот начинает работать на вот сегодняшний день я могу вот так вот хотя бы лечь на живот него не могла мне вообще впереди все сгорело какое-то лютое солнце в таиланде ну или я не могу бесполезного шоколада если дома нет шоколада по твоему рецепту то я нервничаю это зависимость а нет конфет да нет это независимость просто мы же привыкли все время кушать сахар во всех продуктах практически он везде есть его везде добавляют чтобы вы не купили и тут представь да ты сейчас ограничила себя от сахара и конечно хочется что-нибудь а ты когда конфеты делаешь тебя же там и изюм что ты кладешь еще по моему рецепту фрукты и шоколад мед я так поняла да вот но организм требует сладости это нормально ты же себя ограничила сейчас в продуктах химических делай я каждый день когда дома делаю шоколад обязательно потому что я тоже не могу без таких продуктов организм треба давайте какие-нибудь может темки интересные обсудим не знаю какие правда мне на ум ничего не идет может быть вы что-то подкинете подскажите какую-нибудь тему давайте разобьем что вам интересно пока у меня есть время сейчас лежала возле бассейна пять минут и все я просто взмокла напрочь пошла в номер вечерочком пойду гулять хочу сегодня просто поваляться реально все тело горит болит лютое солнце в тени невозможно сгораешь сразу даже под зонтиком много там парней ну как и везде конечно много вот давние тела нет там до знакомства до парней я просто релаксирую сама с собой классно медитировать сейчас подружка поехала оторви выбрось эта девушка меня смешит круглосуточно инициальная такая приколистка какие там парни нам так классно вместе вы ржок бесконечно вот она все время прикалывается я вообще человек сама по себе максимально спокойный вот мы бывшим муж всегда говорил ты чё как путин на серьезках я серьезная блин она мне смешит с кем понаехала но вот с подругой у нас москвы просто ржачно с ней она круглосуточно прикалывается доброе утро да кстати приехала сюда на пхукет я просто кайфую от того что я стою уже пятый день в 6 утра ложусь в 12 высыпаюсь там в 11 никогда за свою жизнь такого не было всегда в 56 утра и мечтала поменять ритм жизни никогда не получалось у меня ложится рано и вставать рано а тут прям 33 желания исполнилось давай разобьем тему лень я не хочу оправдывать себя но получается раз я не наслаждаюсь значит пытаюсь оправдать то что ничего особо важного не делаю так тему лень я что мотивации значит не хватает какой-то найдите причину для чего вам что-то нужно сделать то есть если нет цели сложно вообще себя заставить у меня например цель была здоровое тело и мне лень и вот просто ну невероятно вот делать фитнес зарядки спорт это вообще не про меня но у меня есть настолько большая мотивация потому что в свои 40 я хочу выглядеть без живота не жирный там не за с хорошей кожей чтобы не было никаких прыщей ну для этого мне пришлось сейчас поменять еду хотя я была всеядной вообще просто как мясорубка человек вот я задалась целью хотя мне было очень лениво меня менять вот это вот все но в течение года я поменяла через лень через скрежет зубами я описала себе каждый день расписание что утром встать попить воды я буду вообще не люблю пить не есть пару часов потом фрукты овощи каши потому что что то такое прорастить на ночь поставить замочить все сырое и я приучила себя теперь мне не лень то есть сначала я себя заставляла я мотивировала потому что я не хочу болеть и я понимаю что к 40 годам у меня реально очень мало сил по сравнению с той энергии которая у меня была в детстве я в детстве могла такие марафоны пробежать по горам бегала что только не делала это вообще то есть по двое по трое суток не спала не ела и у меня было просто море энергии позитива и так далее и я понимаю что моему возрасту уже сейчас столько энергии нету где ее брать но только опять заняться своим здоровьем вот ну и начала себя заставлять хотя бы раз в неделю делать фитнес-зарядку на 10 минут 10 минут суставную потом где-то через месяц перешла там два-три раза в неделю потом каждый день сейчас лениво немножко но я себя заставляю потому что уже руки-ноги не гнутся старые как дерево стало вот ну что делать продумать мотивацию больше себя никак не заставить что-то делать пишу расписание пишу планы пишу себе поощрение хвалю себя если что-то не сделала я себя не критикую но извлекаю уроки и понимая что там если я что-то съем не очень я принимаю что меня будет рвать меня будет тошнить потому что на после сыроедения если что-то поесть там даже вареное плохо буду себя чувствовать не корить не винить уже заранее понимать что со мной будет происходить то есть уже принимать что если я что-то сделал против себя значит будет какая-то проблема никого в этом не винить взять на это ответственность извлечь урок и мотивируйте а дальше ну как с ленью справиться в плюс если мы поедим тяжелой пищи вареной жареной химической то чтобы вы не делали там со своим мозгом энергии у вас естественно не будет вы в любом случае будете лениться вы в любом случае будете искать 1500 отговорок потому что еда энергию сразу сливает отключает мозг мы пьяные там или из похмелья затуманенные и нам ничего не хочется делать а потом мы себя виним поэтому чтобы была энергия но придется немножко с телом поработать и со своим образом питания когда по-другому питаетесь режим у вас какой-то есть тогда и дела можно уже делать я просто знаю если ты объелся там хоть как себя мотивируй ты просто к верху пузом лежишь и просто ничего не можешь сделать так что тут еще на или у меня полное выгорание есть мужчина но такое ощущение что его нет есть работа сейчас ушла на больничный не могу перенатесить атмосферу на работе работы не люблю чего хочу не знаю ну все пришло время менять и мужчину и работу даже если не знаете ну интересно понаблюдать какая работа ко мне придет вообще займитесь анализом чем бы вы хотели на самом деле заниматься что вам нравится что вы любите каких не хватает для этого навыков взять в интернете сейчас все бесплатно можно найти уроки обучения и поучиться каким-то моментам до которых не хватает вам заняться работой своей мечты понятно мы сразу не можем придумать какая у нас работа мечты хотя этим надо было заниматься в детстве или как минимум чтобы родители нас не отправляли учиться по своему желанию а чтобы нам дали выбор какой-то потому что мы в детстве понимаем чем мы хотим заниматься когда мы заканчиваем школу мы понимаем да ну нам родители обычно навязывают свою жизнь и свои представления жизни мы сворачиваем не туда и потом очень сложно перестроиться и мы уже во взрослом возрасте кто-то в 30 в 50 кто-то в 60 понимает что он всю жизнь занимался не тем и не знает что ему нравится вот конечно сегодня тоже обсуждали с подругой на завтраке тему мамочек и папочек как они навязывают свою жизнь нам в раннем детстве заставляют идти учиться туда куда мы не хотим но это делают так навязчиво и мы потом свои желания вернее не свои желания выдаем за свои нам родители так классно накидывают шаблонов вот когда рожают детей для себя как игрушку им надо реализовать свои нереализованные желания через детей и потом эти дети в 40 лет не понимают вообще что делать вот здесь надо просто уже взять ответственность на себя повзрослеть и реально разобрать разве в действии не разобрали что мне нравится например я люблю активный начните самых простых вопросов я люблю активный образ жизни либо пассивный мне нравится много двигаться или нет и или больше мне нравится сидеть и чем-то таким на одном месте заниматься мне больше нравится общаться или когда нет общения то есть начинаете вот эти вот вопросы задавать себе наводящие и отвечать на них и потом у вас будет вырисовываться до вашей компетентности и то что вам нравится и уже с них можно подумать там какой вот эти вот ответы какой специальности они подходят и и дальше прям с нуля начинаете учиться на эту специальность а что делать в любом возрасте можно пойти учиться и поменять профессию то есть никогда не поздно поменяться никогда не поздно чему-то начать учиться и вообще кардинально изменить свою жизнь даже в 70 можно пойти и поменять свою жизнь кто-то уже там 40 плюет на себя и горит а я уже старая и часто слышу такое меня уже не поменять 40 лет или в 50 меня уже не поменять это конечно зашквар можно поменяться и можно пойти и чему-то реально научиться удобно на локтях тут все сгоревшие загорит так не зная с чего начать куда бежать ну вот с наводящих вопросов что я на самом деле хочу если вам нравится общаться бегать посмотрите каким профессиям это больше всего подходит риэлторы они бегают много общаются или какие-то представители бегают общаются либо вам сидеть на одном месте нравится значит это офисная работа да и подумать каких навыков мне не хватает чему подучиться пойти даже просто на какую-то работу которая подходит вам без опыта даже за бесплатно потренироваться там на два-три месяца и там глядишь уже пойдут возможности от вашей движухи и в любом случае где-то что-то вам скажут предложат может быть вам эта работа понравится либо вы поймете что вам вообще это не нравится дайте мне пинка пожалуйста ну вот как я могу дать у меня тоже мотивации нет ребят на их находите находите но куда ее засунуть куда ее засунуть для этого вам нужно сначала энергию а это питание поменять для меня вот в первую очередь кажется что для всего нужна энергия это максимально нужно задать вопрос себе нигде ее брать да а максимально обезопасить себя чтобы ее не сливать а куда мы ее сливаем в негатив и в еду то есть научиться мыслить позитивно можно так сказать да и научиться не сливаться в еду это вот наверное первые первые шаги которые нужно сделать чтобы была энергия как тогда ехать на отдых если на сыроедении уже привык я тоже тут сначала с ума сходила но нашла выход я во первых взяла с собой пакет орехов сухофруктов фиников что у меня там изюм курага я прям взяла контейнер и каждый день на ночь замачиваю себе немного на день на завтрак я иду сразу беру себе свежевыжатые фреши из манго папайи что там еще мои любимые дрэгон фрут дракон такой красный внутри белый с черными семечками вот бананы и нормально и салаты помидоры огурцы зелень здесь есть но в любом случае везде на отдыхе есть овощи и фрукты орешки с собой возьмите да сложно без каш очень сложно без пророщенного не наедаешься для меня сытно когда я каждый день замачиваю все виды злаков какие только можно ну там чередую совмещаю и на утро в блендере делаю кашу боже мой это столько энергии это так вкусно и это еще и сытно вот просто фрукты овощи сложно мне сложно без проростков без замачивания честно говоря вот но я держусь плюс благо еще в жаре не так сильно хочется кушать поэтому спасаюсь фрешами фрешами и салатами разнообразие с овощами конечно в тайе сложно помидоры огурцы и салат там петрушку укроп вы не найдете или еще какие-то там рукколу нету такого просто салат масло соль там сразу говорю не кладите нелли рада тебя видеть слышать у меня умерла кошечка разбираюсь себе для чего я это создала но мне очень больно плачу не могу становиться боль такая что хоть вой ну возьмите котенка снова и он вам быстро даст очухаться а так отпустить ну пришло время то есть ну здесь не обязательно разбирать да в себе для чего я это создала просто но пришло время придет придется принять такие обстоятельства у нас разное время жизни ну и плюс то что сейчас животных кормят 80 процентов в корме это крахмал когда крахмал забивает кишечник неважно нам когда мы картошку едим например первые волоски просто забиваются этим крахмалом слизью и перестают впитывать микро макроэлементы наши органы не питаются полезным ничем и мы болеем а животные очень быстро от этого корма умирают то есть продолжительность жизни очень маленькая во-первых заведите котенка и не сажайте его на крахмал потому что 80 процентов это крахмал 20 процентов это химия там нету еды вообще чем кормим животных непонятно вот берите котенка и приучайте его к фруктам овощам они это все прекрасно кушают и давайте сырое после разморозки мясо курицу хотя бы ну пускай с антибиотиками но это лучше чем корм так вот вам пишет вика держись обнимаю вас держись я бы на вашем месте взяла бы котенка мне нравится активности общения но у меня поднимается давление от этого да ладно но значит вам работу нужно искать где есть общение и есть активность но минимальная значит что-то с этим смотреть например сидите в офис и к вам иногда приходят люди приходят люди для чего-то я не покупала готовую еду я давала курицу но животным тоже нужен баланс курицы кормить маловато фрукты овощи приучайте они кушают и огурцы прекрасно и зелень и перцы и помидоры блин они любят очень много вещей я знаю столько животных у своих друзей которые ну просто фрукты и фрукторианцы и овощи рианцы не знаю как правильно сказать у меня подруга живет в моей квартире в краснодаре у нее большая собака та вообще просто ворует фрукты овощей вот 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 все вот любые яблоки яблоки груши груши арбуз будет арбуз есть с корками апельсины апельсины ей все равно вот она как мясорубка если ей дать корм она его не будет есть если разложить там мясо курицу рыбу и фрукты с овощами она сначала съест овощи и фрукты только потом если не наелась попробует там мяско хорошая собака так у меня коты все огурцы ели это просто это самая их любимая еда была так что мы еще с вами разберем мой мэн кун ест изюм кукурузы дыню тыкву классно но вот те кто животных кормит кормом им действительно нельзя давать обычную пищу потому что их микрофлора не приспособлена к перевариванию другой еды и если вы уже подсадили животных на корм иногда давать что-то такое это будет для них очень больно потому что они будут испытывать дикие боли в животе вот и можно переводить и я не знаю каким это образом делают постепенно как-то после голодовок и чисток от крахмала и слизи кишечнике вот животных переводит на обычную еду но я не знаю как правильно это делать не не изучала этот вопрос потихоньку вот просто давать до животное будет мучиться плавно переводить например резко тоже будет мучиться как-то вот через чистки это нужно делать но когда он ест корму вы ему даете еще что-то даже если он это будет есть это будет болезненно а если есть переживания по поводу мужчину наверное отпустить общаться с новым ну думаю да с одной стороны замена рабочая работает с другой стороны не работает сейчас объясню с двух сторон когда вы находите в замену одного ушедшего до мужчину вы его жестко используете ничего хорошего с ним не получится естественно ну временно зная и понимая да что это замена что потом опять не страдать можно попробовать вот но здесь лучше поработать и найти все как сказать уроки которые он вам дал ведь от нас уходят всегда люди когда мы не занимаемся собой мы сливаемся и когда мы сливаемся в мужиков вот когда мы им отдаем а взамен ничего не получаем мы там мучаемся мучаемся выдавая это все за любовь но эти привязки они связаны с тем что нам кажется что мы выдаем любовь который не пахнет как же это сказать по сейчас я скажу изначально мы знакомимся с мужчинами чтобы закрыть какую-то внутреннюю пустоту страх одиночества который в нас сидит очень глубоко страх одиночества да ну и плюс еще программу что обязательно надо иметь семью один на всю жизнь и тому подобное и мы хотим закрыть свои свою какую-то нехватку в чем-то каких-то чувств например в чувстве безопасности в чувстве еще каком-то мы встречаем но не умеем их выбирать цепляемся ради каких-то что у меня вообще и голова не варит от жиры встречаемся чтобы закрыть какие-то дыры душевные в себе причем разбазариваемся на тех даже которые изначально подают какие-то звоночки что но это не наш человек и выбираем не тех изначально вот они вроде нам закрывают дыры но не дают то что мы на самом деле хотим выбирать не научились нас никто не не учил выбирать мужчины не учил нас как себя вести что делает женщина что делает мужчина в паре женщина она в паре дает уют досуг развлекает расслабляет то есть мы должны сделать так чтобы мужчине было комфортно дома устраивать куда там пойти куда поехать что поесть чтобы ему было хорошо тепло уютно приятно начиная там от постели заканчивая ну вот всем что вокруг происходит то есть мы должны решать куда мы пойдем развлекаться женщины мы должны там выбирать там ресторан или поездку там театр или еще что то не он должен придумывать нам букет на конфетном периоде как нас развлекать а мы должны развлекать это блин наша задача женская вообще-то а мы хотим от мужиков блин чтобы они нас развлекали это не нормально это не наша это не его вернее роль мы себя неправильно ведем мы от них требуем а мужская роль делать что-то для нас они обычно когда делают что-то для себя выдают это что они делают это для нас например мужчина сводил в ресторан и вы себя чувствуете должной хотя он водил в ресторан не для вас он это сделал но это сделал для себя потому что вы как экспорт пошли его в хорошем смысле развлекать он сам развлекался он сам кушал он сам питался вы его развлекали вы ему делали приятное общение вы ему устроили досуг вы своим присутствием вели там разговоры красотой своей его обделяли как говорится вот то есть когда он вас ведет в ресторан или куда-то возит например там на отдых в киношку он это делает для себя он себя развлекает мы ничего ему не должны я был такой мужик один я сразу только увидела его просто вот его поведение сказала конечно до свидания он все время мне говорил я нахожу для тебя время я тебя развлекаю там я тебя вожу в рестораны у меня очень много работы я часто просто его спрашивала что ты лично сделал для меня вот я тебя там развлекаю я с тобой общаюсь я там с тобой сплю я там с тобой там разговоры веду досуг тебе спрашиваю вопрос а что ты мне сделал вообще и он начинает перечислять что я для тебя время выделил со своей работы я работаю все время у меня нет времени вот вообще нет времени я для тебя же его нашел ты посмотри сколько я для тебя сделал игру дорогой время на отдых ты выделил не для меня а для себя тебе этот отдых жизненно просто необходим когда ты работаешь 24 на 7 я тебя развлекаю в это в этот отдых потому что где тебе силы брать энергию на работу если ты не будешь отдыхать в ресторан ты говорю тоже кушать ходишь извините покормить себя я и сама могу вот тем более то что я ем мне не надо в ресторанах ничего там вода только максимум что я заказываю и просто нарезку из овощей я говорю это я сама могу поесть и без тебя когда мужчины говорят то что я для тебя нашел время или сводил тебя в ресторан не ведитесь на эти сказки пока он для вас ничего не сделал чтобы увидеть нужно мне вообще строить с мужчиной отношения или нет понаблюдайте в самом начале спрашивает ли он вопросы вот такого характера дорогая чем тебе помочь а что тебе нужно что я могу сделать для тебя и вот когда он может вам дома что-то сделать например полки прибить разобраться там с сантехникой со светом там с электрикой да что-то починить неважно своими силами либо пригласит и оплатит неважно именно то что вам нужно то есть не имея в этом какой-то выгоды когда он вам там какую-то тему порешает когда какие-то задачи порешает куда-то позвонит что-то организует довезет перевезет там вещи куда-то свозит да когда он сделает что-то для вас тогда вы можете смело пойти и дать ему блин но обычно девушки как делают познакомились в ресторан свозил вы его развлекли он это сделал для себя еще от вас требует и вы еще ему даете то есть вы ему все время даете взамен ничего не получаете конечно на подсознательном уровне дальше он уже ничего не будет вам не давать не делать потому что он уже все бесплатно получает и понимает что с вас можно классно все поиметь и ценности вас надолго нету никакой то есть он не видит вас ценности потому что он вас ничего не вложил абсолютно и вот когда вы сейчас это вот продолжаю к разговору как отпустить человека вы сейчас проанализируйте пожалуйста что он для вас делал лично он спрашивал вас да что вам нужно что вам сделать что вам купить какие там необходимые действия от меня мужские поступки мои обещания я выполнил там он вам сказал что-то сделал что вы его попросили или нет если нет то зачем вы за него цепляетесь это не ваш мужик он вас просто использовал а вы сидите и горюйте такие мужчины которые все делают для меня в большинстве их рассматриваю только как друзей вот и зря вот вам нужно поменять отношения вы вообще не должны рассматривать мужчин который вас используют вообще не рассматривать даже если он изначально вам понравился эта химия пройдет ну через месяц но максимум через три и что вы будете делать с этим мужчиной вот страдать и говорить то что но я же его люблю я его развлекаю да ему время уделяю я все для него делаю женскую энергию ему даю взамен мужской не получаю как вообще тут можно что-то построить то есть смотрите сразу на первые звоночки должен быть здоровый энергообмен мужчина на то и мужчина мужская энергия делать действовать это мужские поступки не вот это вот ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля обещает и пропадает не выполняет что-то не делает зачем вы вообще рассматриваете таких мужчин эти мужчины они так просто вот развлечься на один-два раза если вам надо вот если не надо даже в начале просто не теряйте на это время рассматривайте мужчин которые действительно что-то делают и не с лица буду пить даже изначально если он вам допустим не понравился но у него такие мужские классные поступки он действительно ведет себя как мужчина который от вас не требует сразу не давай ничего взамен то типа дай поверьте вы в него влюбитесь со временем даже с быстрым временем долго он не заставит себя ждать мужская энергия до вас покорит в любом случае вот а вот химия когда бабочки в животе кстати посмотрите очень много психологов записывают там рилсы и говорят об этом если вы почувствовали бабочки в животе влюбились первого взгляда в мужика то от этих бабочек нужно бежать это сто процентов не ваш мужчина это не это не этот сигнал бежать они наоборот к нему там вот так вот бабочки они быстро пропадают а если он все делает для меня но намного старше это смущает но ищите другого который не будет смущать но тот который тоже что-то делает который спрашивает который мужские поступки какие-то проявляет но в первую очередь бежать конечно надо от тех кто сразу требует постель просто за то что он вам дал поесть но это бред вообще просто бред я не знаю где как вы себя цените как вы вообще блин живете что вот просто познакомились и сразу прыгаете в постель это ну ненормально почему сейчас мужчины все такие потому что женщины разбаловали вас со своим этим легким поведением утки надули себе и сразу 33 удовольствия бери меня и может быть если ему дам я ему понравлюсь и он такой все мне купит и все делать да не ни хрена он сразу бежит от вас они так и будут прыгать от одной постели к другой поэтому девочки если вы хотите действительно серьезных отношений долгосрочных не болезненных да то вам изначально нужно выбирать как бы он вам не понравился если самого начала он не говорит он делает он не спрашивает вас голодна вы или нет он просто возьмет и принесет вам продуктов либо остановит перед магазином и скажет пойдем купишь себе там что тебе нужно у меня в турции был турок мы с ним встречались довольно долгое время вот но я не рассматриваю просто турков на долгое время изначально вот но это просто эталон эталон вот ну реально эталон мужчины я сажусь к нему в машину он через десять там пять минут останавливает возле магазина неважно куда бы мы ехали мы он говорит выходи это это все время происходит с первого дня блин да вот последнего сколько мы там встречались мы заходим в магазин я думаю всегда что ему что-то там нужно мы заходим в магазин и он мне сразу говорит выбирай все что тебе нужно просто вот я закупалась фруктов овощей там на неделю он все это тихо оплачивал или я ему там говорю дорогое метам прокладки нужны остановись возле магазина он останавливается и он не ждет пока их пойду куплю он просто бежит первого на кассу покупают не их на говорит я не позволю чтоб ты что-то покупала я мужик он не всегда говорил я мужик вот то есть он не будет говорить голодное ты или нет у меня ни разу не спрашивал просто привозил меня в кафе там ресторан но турки они вообще помешаны на еде помешаны друг друга накормить на дарить комплиментов всегда приводил меня в кафе неважно голодная или нет может быть я только дома поела он даже не спросит он просто отвозит меня в кафе садит за стол выбирай на меню вот если я не голодная я закажу просто чай просто спорить с ним бесполезно и ну как бы прям молодец и он всегда мне спрашивал каждое утро там доброе утро тебе что-то сегодня привести тебе что-то нужно я ему говорила то мне сегодня нужно вещи перевести у меня там лампочки не работают у меня там проблема с электрикой он окей нет проблем вечером он приходил после работы с парнями которые мне там чинили шкаф чинили электрику с лампочками вкручивал то есть вот это вот мужчина я понимаю он никогда ничего не обещал он просто молча делал вот либо он видит что у меня какая-то там проблема он ее просто решал все до таких мужчин надо поискать сейчас сложно найти мужчину который действительно будет проявлять какие-то мужские поступки потому что мы сами своим собственным поведением не не виноваты мы виноваты да их вот так расхолаживали очень долго то что сейчас у них такой выбор любая да сразу блин с первого взгляда вот только в тиндер пролистал увиделся все они уже домой завели алкоголя напоили и все пошли в постели девушка согласно я вот у них большой сейчас выбор они выеживаются но таких надо просто сразу мимо я считаю что переделать таких невозможно люди не меняются пока они сами не захотят поменяться но они сами не поменяются да пока не переживут там 1500 таких историй когда уже им самим не надоест так гулять вот а это долгая песня и точно не с вами так что тут вы писали у меня мужчина очень скромный стеснительный смущается но с друзьями такой общительный в чем проблема я люблю стеснительных смущающихся главное чтобы у него поступки мужские были так а все вопросы закончились сегодня еще тему такую поднимали мы девочка на завтраке как взрослые уже тети там 40-50 лет все боятся ленятся боятся что-то сделать и часто задают такой вопрос и просят разрешение у меня такие подписчицы ну или а можно вот так вот а можно вот так вот а можно вот так боже мой ребят вам все можно особенно в 40 лет повзрослеть и родители часто что-то запрещали надо с ними обязательно было советоваться в детстве и они всегда говорили там сначала спроси тра-та-та короче к чему я вообще хотела это рассказать мысль потеряла у кого есть дети пока еще маленькие до отдайте им свою жизнь и проведите сепарацию уже до пяти лет пожалуйста пускай за детьми всегда будет выбор не решайте за них ничего потому что они потом вырастут вот во взрослых тетенек и дяденек и шагу без чьей-то помощи вступить не смогут и жизнь разрушают свою не могут брать на себя ответственность что-то делать что-то решать им надо обязательно одобрение пример такой девочки в чате там по 30-40 лет саша мне сегодня рассказывал подруга там одна девочка часто задает вопрос я вот хочу сумку купить ну допустим скажите можно мне купить сумку или нет ну как вот можно в 30 лет в 35 задавать вопрос можно или сумку купить или нету подружек даже вот на таких банальных вещах никогда не спрашивайте ни о чем когда вы хотите принять свое решение возьмите ответственность на себя да повзрослейте если у парня все время есть желание только вместе ходить на танцы в спортзал а у меня много работы и он этого никогда не понимает и обижается если будущее в таких отношениях будущее есть если вы сядете и разберете эти моменты прям за столом переговоров не ругаясь налить себе ромашкового чая с мяткой для спокойствия да и просто обсудить эти вопросы после вот долгого разговора нудного уже можно решить потому что что у него в голове непонятно он может и поменяться то есть рассказать о своей позиции рассказать вот так вот так то что можно иметь равноправные отношения что у каждого есть своя жизнь что партнеры находятся друг с другом по обоюдному согласию потому что вместе хорошо но это не значит что каждый должен жить чужой жизнью я там например твоей ты моей что у нас должны быть какие-то границы личная жизнь это невозможно долго не протянешь на таких отношениях если это все грамотно объяснить поговорить то я думаю что если есть будущее да если он поймет вот но если даже после этого разговора он понял все и через какое-то время опять начинает шарманку все но здесь уже вряд ли тогда я вам написала прочтимый комментарий так сейчас посмотрим где почему-то я не видела люблю уже пять месяцев онлайн испанца 61 год чувства необычны в испанию еду в июне он все разговаривает на тему секса но ему очень но я но ему очень нравлюсь пугает его зацепка за секс но он может онлайн быть одним да а в реальности быть совершенно другим поэтому почему нет ну то есть вы съездите посмотрите своими глазами никогда не делаете преждевременных надуманных выводов мы очень часто любим идеализировать либо делать выводы на пустом месте когда еще на практике это не проверили всегда все проверяйте на практике не верьте никаким словам не обещанием не на зацикленностям там допустим на том же сексе мало ли что он там говорит потому что очень часто бывает такое говорят одно да на деле совершенно другое поэтому на слова не обращайте внимание неважно какие слова о чем это проверьте ничего страшного что там у вас будет классный секс классный матч с испанцем в испании там на несколько раз вот ну отдохнете хотя бы кайфанете но если вас это уже прям там напугает у отношений уже конечно будете решать строить или нет на месте я на вашем месте не стала бы делать выводы потому что онлайн там мы все такие крутые блин там все такие мачо а потом приедете а у него там пять минут и раз в неделю всякое бывает так что у нас тут такие мы темы интересные поднимаем прям вообще ну все вопросы закончились да а мне в интернете одни нарциссы попадались правда о том что они нарцисс только после расставания когда стала работать над собой последнего сама оставила самое смешное из-за страха не унывайте пускай там тысячу переберете вариантов это нормально пока не найдете того самого просто не не вырывайтесь в омут с головой пока вы не узнаете человека и плюс еще перед началом любых отношений вот у меня в последнем эфире помоли в последний перед последнем я вам рассказывала перед началом отношений сядьте обговорите разные моменты какое у него отношение к быту да как он себя там ведет если мы гипотетически бы жили вместе да кто за что бы как отвечал кто что бы делал а если бы появились дети да как мы будем их растить кто будет участвовать в их жизни только я женщина да или ты мужчина тоже как ты к этому относишься да как будет делиться бюджет деньги то есть надо обговорить многие моменты там и секс и досуг и быт в начале потому что потом сюрпризы это конечно блин жалко получить и расставаться я рассталась из-за страха что забеременею я тогда еще верила гадалкам теперь смешно вспоминать ой про гадалки у меня целый пост был гадалки молодцы вообще так классно и горят людей верьте себе да не гадалкам строим жизнь сами и мы ее можем поменять даже те кто действительно допустим видят что в настоящем и в будущем может случиться основываясь на ваших программах до основываясь на вашем поведении сейчас понятно что будет потом но вы в любой момент можете поменяться поменять свою реальность и поменять свое будущее какое бы оно там вам не предначерчено было вариантов много вот поэтому расстраиваться если вы там услышали что-то негативное не обязательно все это можете поменять ну и точно так же верить в светлые позитивные прогнозы потому что вы тоже можете просто облениться не сделать то что вы хотите то что вам нужно пойти против себя и вот этого светлого будущего у вас не будет то которое там по звездам по гороскопу или по нумерологии или еще каким-то вещам мы всегда можем поменять нашу реальность в любой момент времени просто вот взять и не сделать то что нам нужно будет сделать или наоборот сделать и потом пожалеть неправильный выбор какой-то спрогнозировать с точностью что будет вряд ли можно так мне нарцисс предлагал сына сдать отцу до таких конечно надо бежать сразу с мужем 12 лет вместе в начале говорили о детях был согласен а теперь на отрез отказывается по его мнению всех знакомых друзей проблемы с детьми считает просто жить для себя пока не поздно садитесь мирно расходитесь оставайтесь друзьями и выбирайте себя вот что вам важно быть с этим мужчиной или вы хотите семью и детей если хотите семью и детей пока не поздно да в любом случае вы найдете себе другого мужчину счастливые отношения в любом случае вы можете построить да если захотите вот просто не тяните время у меня то же самое было с моим бывшим мужем когда мы с ним решили пожениться мы разговаривали о детях но потом через год-два мы поняли что он их не хочет и что лет семь на или даже не думая я такая ну да ну да мне уже будет там я уже бабушка когда он захочет и мы просто сильно прям как сказать в разные стороны ушли мы друг друга любили и расходились очень позитивно мирно и расставались прям два родных человека только вот из-за того что я не видела будущее на с детьми и с этим человеком и и я просто сделала выбор для себя потому что мужчину всегда можно найти вот было бы желание и любовь она не один раз на всю жизнь как нам говорят потому что это чувство вызывается то когда мы себя очень любим и мы себя видим в другом и воспроизвести и влюбиться это блин не проблема и вот мы расстались из-за детей поэтому делайте выбор да что вы хотите ждать пока он поменяется ну так себе события потому что не факт что он поменяется резко захочет как объяснить моей маме на или а как объяснить моей маме цыганка сказала что что-то случится плохое через несколько дней умер у меня муж я никогда не верила а получается что они все таки могут предсказывать да конечно могут и нумерология предсказывает и у нас очень много инструментов но они вытекают из состояния здесь сейчас но вы это состояние можете поменять вы можете поменять свои шаблоны мышления вы можете поменять свою реальность поменять да в голове свои программы и если вы ничего не меняете живете как жили по накатанной да по своим программам не думая бездумно ешьте кушаете там пьете спите хоть и на работе вот как вот день сурка да то все эти прогнозы реальные вот прям как по маслу пройдут но если вы работаете над собой прогноз уже не будут работать потому что они не успевают за вашими изменениями внутренними понимаете когда говорят люди не меняются это действительно так но потому что очень мало людей меняется вот поменяться можно но это прям такая работа над собой это действительно нужны для этого знания и для этого нужны вера там допустим своего коуча преподавателя там психолога или кто-то чем таким подобным занимается это нужно время и усилия и работа прям тяжелая работа над собой вот большинство этим не занимается поэтому у них эти прогнозы и там только так можно хоть и сложно поменять все но можно у меня может уже вот устраивал я решила поменять свою жизнь в остальных аспектах муж устраивает ну найдете себе мужика который тоже также будут устраивать да но плюс еще и детей будет хотеть не размениваете свою жизнь свои желания на желание других людей то есть вы должны сделать так да чтобы идти по своему пути если вы хотите детей да то вам нужно идти по этому пути и не останавливаться все люди вокруг нас просто путники и родители наши путники вообще совершенно чужие люди и мужья и дети все это чужие люди это наши спутники может так даже не путники спутники на которые чему-то учат дают какой-то опыт отражают нас показывают нас самих до чтобы мы учились смотрели на них вот они наши учителя и временные причем узнали что-то увидели там научились опыт получили пошли дальше не поклоняясь до конца жизни родителям детям не навязываем свою жизнь и не беря их то есть желание вашего мужа там чтобы вы жили без детей вместе с ним прекрасно припеваючи да это не ваше желание а вы должны выбрать себя и ваше желание вот человек который будет рядом с вами который захочет там детей он найдется держаться с человеком ради того чтобы он просто был и типа любовь на всю жизнь да это глупо если вас не устраивает вы должны просто пойти дальше мы себя губим ради других людей не ценим идем как нам говорят родители говорят друзья как говорят там кто мужья жены и не выполняем свое предназначение жить по своим желаниям нелли проводники говорят что в их поле меняется сознание людей каким образом там образом это происходит ой у меня очень много было эфиров про поле а вы сами можете понаблюдать прям находите поле людей которые максимально токсичные вечно ноющие жалующиеся на жизнь у них все плохо поверьте у вас энергии не будет у вас тоже будет вместе с ними все плохо со временем прям быстрым либо находите людей которые вас окружают окружение меняете на энергичных позитивных и которые следят за собой выбирают себя делают что они хотят идут в новое такие кайфуют по жизни им все хорошо они принимают эту жизнь так кое какая она есть вдохновляют всех вокруг вам рядом с ними будет настолько классно и комфортно либо найти людей которые много зарабатывают идут к своим целям стремятся там работают у них там просто проекты за проектами у вас тоже в их поле начнет все получаться потому что мы все связаны мы все друг с дружкой связаны и прям обмениваемся этой энергией обмениваемся полем представьте токсичный человек стакан с холодной водой а вы прям такой позитивчик активные с горячей водой что взять что сделают эти два стакана там если их смешать да то вода которая горячая станет потеплее та которая была холодная на потеплее тоже соответственно а то есть смешать стакан горячий с холодной воды и разлить их обратно да они сбалансируются и оба будут теплые то есть энергия горячая она чуть-чуть опустится та которая холодная чуть-чуть поднимется подпитаются обменяются и уравновесятся то есть мы всегда в поле уравновешиваемся уравновешиваемся вот и когда вы находитесь рядом с каким-то супер энерго наполненным человеком каким бы вы там не были вы дорастаете вот прям быстро дорастаете до состояния тоже близкого к такому но те люди которые полны энергии да они очень быстро сливаются их люди вокруг тоже сливаются им прям надо искать поле все время которое их будет питать тоже вот я очень много сливаешь просто я ухожу в себя надолго часто я месяцами восстанавливаюсь стоит мне там с кем-то поработать боже мой у него все плохо у меня идет вниз ну с моего уровня я быстро слетаю это нормально но я умею себя восстанавливать вот такие дела я не сдала вождение что мне нужно осознать чтобы сдать вождение сесть за учебник и хорошо подучить занятия что еще не надо вам ничего осознавать вам нужно просто выучить уроки либо если это практика взять дополнительные уроки по практике то есть вам практика нужна да тут не сознание нужны и под действия нужны вы ищите подвохи какие-то да ну не там что думаешь про новости о блиновской не знаю не смотрю никакие новости интернеты новости телеки меня сливают я вообще кайфую изучаю там что-то полезное наслаждаюсь сейчас в путешествии зачем мне там слушать какие-то новости я не слежу за новостями с 2000 наверное девяносто шестого года девяносто шестого года мне нет телека в интернете я захожу исключительно что-то либо конкретное найти там почитать полезного посмотреть там либо про природу найти там музыку какую-то релаксирующую или там может быть фильм какой-то интересный какие-то вот эти вот всякие шоу и следить за чужой жизнью это вообще не про меня я время просто я не имею столько времени до следить за чужой жизнью мне бы за своей последить поэтому я не хочу терять время понимаете я тоже не советую терять время следить кто там чем занимается какие у него там налоги что у них там происходит зачем вам это надо просто реально зачем возьмите выйдите на природу возьмите там за парк сходите в лес погуляйте побегайте там куда-нибудь на полезную выставку книжку почитайте разберите какие-то ваши шаблоны мышления встретитесь с друзьями там я не знаю к маме в гости пообниматься приезжайте чай попить поболтать ну зачем вам вот этот интернет зачем я не понимаю для меня это очень непонятные вопросы и странное времяпровождение следить кто что делает время ну как бы в жизни у нас сейчас очень короткое но очень быстро летит раньше наше ощущение времени было каким медленно время шло то что мы там проживали за год сейчас за несколько дней мы узнаем столько информации как мы раньше за год ее узнавали и получали опыт весь опыт за год информации за год каких-то там движут за год да мы сейчас там за неделю за несколько дней мы это все уже узнаем и получаем опыт время просто бежит как сумасшедшее и тратить его вот на это уже тысячу раз наверное сказала я думаю не стоит так что тут еще у нас по вопросам может что пропустила нет все вопросы закончились давайте новенькие я с вами еще побуду минут пять и десять и пойду к бассейну мы сейчас подругой пойдем может быть даже не к бассейну на море пойдем пять минут тут ходьбы на море солнце просто сядет я пережидаю тот момент пик три часа дня у меня и я сгоревшая на солнце вообще не могу находиться чуть-чуть солнце осядет пойду купаться давайте какой-нибудь последний вопрос наверное и я пойду мы сегодня уже с вами мужиков обсудили поле обсудили новости обсудили насколько я в Таиланде до седьмого мая потом я приеду в Москву и я буду делать загранпаспорт кстати реально ребят кто знает как быстро сделать загранпаспорт напишите мне пожалуйста мне какие-то нереальные суммы загранпаспорт назначают я вот сейчас полазила по сайтам 75 тысяч рублей просят сделать загранпаспорт я вообще в жойке 75 тысяч в тысячу долларов прикиньте я это вообще загранпаспорт я просто не прописана в Москве мне нужно без прописки и хотя бы за две недели сделать кто в Москве кстати если я все-таки найду где сделать загранпаспорт и останусь там можно будет встретиться организовать какую-то встречу в москве с 7 мая буду в москве и надеюсь что еще вот две-три недели там потусим это если я найду возможность сделать загранпаспорт я не хочу 1000 баксов отдавать я не жадная но мне жалко просто реально мне жалко 75 штук вот и если иной не найду то поеду в краснодар по прописке и там уже конечно мне не надо будет платить столько денег и я по прописке сделаю в краснодаре тогда я уже в москве не буду тусить а потом поеду в турцию у меня дом жилье вещи мои все в турции классный ответ задавая вопрос думала что скажешь а кто она такая ожидала что ты не следишь я с профессиональной точки зрения интересуюсь а это был вопрос под ковыркой вот оно что понятно понятно будет запись эфира да ставлю потому что мне здесь тема такая понравилась про мужиков вот в турции долго еще да вот только что сказал до 7 мая а в турции боже мой в турции не знаю планировала надолго но документы у меня до августа если мне продлят в турции документы то дальше буду жить если нет то вариантов блин масса может в тай поеду может быть на бали может быть в европу хрен его знает главное паспорт сделать который у меня заканчивается вот и в турции просто сейчас иностранцам вообще не дают документы вот ну прям слова совсем не продлевают вид на жительство вот мне в августе заканчивается я подам конечно же там в июне в июле если одобрят отлично я там и останусь то что у меня квартира вообще до января оплачена договор до января двадцать пятого года прикиньте двадцать пятого года у меня договор аренды жилья и как бы я еще могу там жить и жить но документами не знаю как получится на бали прикольно да я там если можно сказать так набегами ну года полтора точно на бали прожила и его в таиланде тоже года полтора прожила каждый раз то вот две страны куда больше всего езжу вот может быть в европу сегодня мне подруга написала приезжай ко мне в гости вместе жить знаете куда блин боже мой в болгарию вот ну не знаю там тоже нужно делать документы тоже нужно делать загранпаспорт может в болгарию поеду просто в россии я не знаю где жить у меня в россии нету сейчас жилья свою квартиру я сдала и надолго в краснодаре вот там живут другие люди выселять их не могу вот еще жилье есть на камчатке может быть туда слетаю кто в камчатке ребят мы может увидимся на месяцок но жить там и конечно тоже не смогу долго поэтому я не знаю вообще если вот прям сейчас наколдую себе мужчину неважно из какой страны мы будем жить там где он решит они наколдую то буду везде есть слава богу блин все эти прививки вся эта мураза кончилась и можно теперь опять путешествовать но единственно для русских во многие места вход закрыт ну или проблематично короче буду думать так если вопросов нету я тогда пойду я посмотрю что вот писали нет давай вместе колдовать где жить да давайте конечно чад для девушек я только за я всегда если где-то живу собираю компашки и я не люблю вообще одна путешествовать и мне не нравится мне не нравится время я очень люблю одиночество мне наоборот очень нравится быть одной но у меня просто штиль такой наступает я крот я могу месяцами не выходить из дома заказывать еду на дом там фрукты овощи же мне привезли и я занимаюсь там своими книжками или там какой-то писаниной анализом там или работой и все я вообще абсолютно не знаю мне вот как все заканчивается движухи заканчиваются и так далее мне нужно чтобы кто-то меня пинал поэтому я знаю что мне нельзя уходить в мой комфорт я обожаю быть одна вот поэтому я все время выхожу из комфорта ищу кучу компаний чтобы всегда были рядом люди они не дают мне застрять я реально застреваю просто вот существуя не живут мне надо чтобы у меня все было мне надо движуху и приходится себя заставлять вот мужчину колдовать вместе чат создавать не не чат я для колдовства мужчин создавать точно не буду это я так образно сказала все приходит в лучшее время в нужном месте тогда когда к этому готов когда ты убрал страхи и причины почему ты хочешь этого не иметь вот надо раз самим разобраться с собой выписать это все но у меня сейчас уже страхов нет просто желание нету реально я понимаю как мне классно быть одной я вообще мало выгод ищу время вижу и пытаюсь их найти эти выгоды да для чего мне нужно жить вместе с мужчиной прям не могу вы вы выгоды найти то есть встречаться пожалуйста а вот жить вместе вот прям не знаю мне очень нравится когда я не завишу ни от кого вот поэтому круг мужчин очень сильно сужается во первых в начале да мы обсуждали мужчина это тот кто делает да и мужские поступки проявляет да я только таких выбираю и на таких обращаю внимание таких мало вот они есть притянется подобное подобному в любом случае переживать не нужно было бы желание но найти чтобы этот мужчина еще был таким же свободолюбивым осознанным и давал свободу не контролировал то что я например мужчину никогда не буду контролировать пускай делать что хочет его надо идти работать пускай работает нужно куда-то идти там с друзьями отдыхать пожалуйста вот я очень себе уверена и как бы гулять он там точно от меня не будет другой вопрос чтобы меня не контролировали найти сложно все же такие собственники нелли а если не получается договориться с собой сделать написать работы по учебе диплом и несколько отчетов то что делать месяцы летят а я не двигаюсь в решении меня это беспокоит ну что делать тут один вопрос только в том что запереть себя на ключ дверь закрыть сесть и начать вот самое сложное это первый шаг но если вы его сделаете вас потом уже не остановить я это все знаю по своим книгам точно так же я могу себя заставлять месяц два три а потом села и за три дня у меня написано книга на 200 листов причем в таком виде когда ее даю на коррекцию что там ничего корректировать даже не надо настолько все прям идеально написано что я сама удивляюсь вот но вот этот шаг он самый сложный и рецепта ну но реально нет рецепта сесть и сделать это только вот просто сесть сделать других вариантов нет вот просто нет но если вы этот шаг сделали то вы по-любому уже сможете это закончить и там усилий уже прикладывать не нужно будет тут собой не надо договариваться вот прям сейчас закончится этот эфир вот прям сейчас я прям колдую моё поле с вами смешалось энергия вам сейчас прибавила у вас сейчас будет все силы и все не идите кушать не идите на перекур не идите пить чай писать отжиматься там еще что-то смотреть телек выключаете интернет вот как эфир закончится потом не напишите что вы сделали берите листочек там ноутбук ручку блокнот word открываете и вот прям начните сегодняшний первый шаг с плана и напишите план план дипломной работы что бы вы хотели там видеть то есть какие задачи в дипломной работе я буду закрывать о чем то есть написали заголовок сегодня сделали первый шаг завтра сделайте второй первый шаг на 15 минут дайте себе 15 минут прям будильник поставьте и эти 15 минут не отвлекайтесь на чай не отвлекайтесь на пипи ни на что сделайте план что вот я в дипломной работе буду освещать вот эту тему в этой теме у меня будут такие вопросы которые я хочу осветить например спутники сатурна я хочу описать спорт спутники сатурна самый большой спутник сатурна называется титан это большая глыба льда дальше там спутник идет вот с таким названием их всего 12 и поехали поехали план написали завтра будете отвечать на вопросы плана и диплом ваш за неделю напишется вот я вам как писатель могу это сказать то что когда вы начинаете с вопросов что я буду здесь делать вот 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 это вот дальше как раскрыть этот вопрос что будет входить в этот пункт написали а в этот пункт что будет ходить написали дальше можно взять телефон включить кнопочку диктофона и как подружки рассказать вот в этом пункте я буду писать бла-бла-бла-бла-бла и просто ей рассказываете на диктофон можете ей прямо записывать на ватсап или телеграм голосовые я диплом хочу написать о спутниках сатурна я хочу рассказать сколько их там как они там крутятся с какой скоростью из чего состоят что вообще такой сатурн сколько километров удаленности от земли для чего нужны эти спутники какие там километры жи вот и то есть вы это рассказываете потом переслушиваете и транскрибируете под запись ну там можно найти в тетрадку а можно опять печатать то есть когда вы голосовыми это делаете у вас очень легко все это будет висаться так господи как же я хочу твоего же мужчину моего свободного и дающего свободу будет разберите вопрос для чего я хочу чтобы меня контролировали а потому что вы сами без контроля нихрена ничего не можете потому что вы себя отговариваете да вот как девушка от диплома какими-то разными отговорками и пока вас не проконтролируют пока вам пинка не дадут вы же сами ничего не мне еще зарядка закончилась вы же сами ничего не сделаете пока вас не проконтролирует. Вы же сами хотите этого контроля, поэтому вы привлекаете мужчин, которые будут вас контролировать. Они же как зеркало ваше. Это ваше желание контроля, потому что сами себя заставить вы не можете. Я сегодня в эфире на протяжении вот этих полутора часов получила кучу вопросов, как себя заставить что-то делать. Пни меня, Нелли. То есть вам нужен контроль со стороны. Вот попадаются эти мужчины, это же логично. Как только вы начнёте сами себя контролировать, не пытаться задавать вопросы другим, а можно ли мне вот это сделать, а можно ли это, повзрослеете, возьмёте ответственность на себя и все вопросы сами начнёте решать. Тогда и, соответственно, люди начнутся притягиваться, именно такие, которые дадут вам решать самому. Но вы же не хотите решать самому, вы же любите ответственность перекладывать. Вам же нравится, чтобы за вас всё решали. Вам же нравится, чтобы вы мало чего делали, да, и вам уже всё делали. Чтобы вам всё на блюдечке давали. Ну так вот, вот, пожалуйста, принимайте. Приходят люди к нам в жизнь только по нашим потребностям. То есть, чтобы вам дали свободу, вам нужно эту свободу иметь, использовать. А вы не знаете, чтобы подсказали, дали советы, проконтролировали, куда-то сводили, за вас договорились. То есть, вы к этой свободе сами не готовы. Всё. То есть, поменяетесь, да? Когда вам никто не нужен будет действительно, и вы сами всё можете сделать, тогда уже готовы будете принять такого мужчину, который вам её даст. Но при этом будет делать для вас всё, что вы хотите. Но не потому, что дыру в душе вам закрыть, вот эту беспомощность, потому что вы эту свободу не берёте. А просто из любви, потому что вам кайфно друг другу делать приятки, помогать мужчине делать мужские поступки, вам устраивать ему там досуг, любовь, кайфушки, релакс. Вам взаимно будет классно друг друга дополнять. Но не для того, чтобы дыры закрыть, да? А потому что вместе круто, вместе энергия умножается, вместе дела быстрее делаются, вместе энергия умножается. То есть, один плюс один — 11, а не два. И тогда будет всё классно. Но это нужно не мужчину искать такого, это вам нужно в себе найти, да, эту свободу, в себе найти ответственность с собой поработать. Ну и, конечно, зеркало сразу будет в реальности другое показывать. Люди рядом меняются, словно всегда такими и были замечательными. А они и были, это только мои шаблоны не давали им быть другими. Да, вы просто их не видели с другой стороны. Вы взгляды свои поменяли, ну, соответственно, и вид у вас поменялся, потому что взгляд поменялся. Да, всё правильно, Наталья, говоришь. Так, всё, телефон закончился. Я вас уже замучила, наверное, тут полтора часа. Я отрываюсь, и давно с вами не была. Отрываюсь болтологией. Офигенная тема. Надо либо вообще не делать и выбросить из головы, либо брать прямо сейчас и делать, а иначе будут болезни, вылазить и препятствовать долги. Да, то, что мы хотим сделать и не делаем, каждый раз наше желание образует нам энергию, которую мы должны потратить на работу, на действия. Мы эту энергию не потратили, она остаётся с нами в антиматерии, как бы в зеркале, с обратной стороны, во внутреннем мире. А во внешнем эта антиматерия, энергия, которая образовалась на наше желание, отражает минус, долг, нехватку, то здесь переизбыток энергии, она не потрачена, она не реализована в реальность, в физический мир, работа не переведена, да, то вы получаете долги. Это минус, убытки. Это может быть кредит, потеря людей, потеря животных, потеря здоровья, потеря времени, да что угодно. Это материальное, нематериальное. поэтому если уж либо вы что-то решили сделать, то вы должны себя заставить это сделать. Мне не по импульсу сейчас это делать, это пипец тупая отговорка. Я это не сделала, и почему-то это хорошо, но это вообще тупая отговорка. Сегодня вот как раз тему поста я написала, и вчера, и сегодня, вот третий день я пишу о том, что мы берем инструменты, вот я вам часто даю интересные инструменты, которые бы вас двигали вперед, а вы эти инструменты перехерачиваете в ту сторону для выгоды для себя, опять для отговорок. То есть если мы говорим, ну и почему-то это хорошо, понаблюдаю, блин, это кино, как сейчас там все сложится, отпускаю, принимаю, бла-бла-бла, вот, это надо использовать, когда мы не можем повлиять на события, они с нами происходят, там умерло животное, ну что я с этим сделаю, я могу только это принять, ну почему-то это хорошо, сейчас новую жизнь, там я возьму нового котенка, там, его миссия уже завершилась на этой планете, котенок там решил уже переродиться в человека, уже пора, там уроки свои прошел, я тоже, этот спутник на моем пути отыграл свою роль, я тоже, у нас, ну как бы дальше идет дорога, там, развилка, дальше я уже буду жить без этого животного, там, другое будет, там, другой у меня будет, и так далее, принимаем, и почему-то это хорошо, все отлично, мы это себе сказали, мы использовали это с пользой, а вы что делаете, а вы просто взяли, не сделали то, что вы захотели, а это в ваших силах сделать, никаких препятствий нету, там, 33 коровы не потеряете, деньги не потеряете, там, время не потеряете, только плюс себе, но вы это не делаете и говорите, ой, я поленилась, и почему-то это хорошо, зашибись, крутой инструмент, чтобы двигаться вперед, вы используете себе во вред, в остановку, и все классные мои крутые инструменты, используете себе, блин, в минус, почему, вы переначиваете, все хорошо к обеду, знаете, ну, в нужное время, а в нужном месте, а вы берете и все переначиваете, блин, и почему-то это хорошо, да нет, вы поленились, это почему-то плохо, скажите себе, и идите делайте, потому что вы потом будете пожинать бумеранг своих долгов, и потом будете страдать, и спрашивать, для чего я захотела, чтобы у меня были кредиты или долги, для чего я захотела, чтобы мужик от меня ушел, а это ваши, ваши, ваши действия, которые были недавно, там, или, там, год назад, или два, там, или три, даже, ваши действия без действия, когда вы себе три пятьсот, там, миллионов обещаний пожелали, и просто, пофигу, пойду, бухну, не буду делать ничего для себя, пойду, убью свой организм, и потоксичу, уйду в депрессию, пожалеете меня, то есть, вы сами свою жизнь портите, а потом страдаете, задаете себе вопрос у каждого психолога, ну, почему со мной такая херня происходит, как это проработать, оглянитесь назад, да, и посмотрите просто на те уроки, что вы, блин, с собой делаете каждый раз, обещаете, не делаете, потом приходит мужчина, который обещает, и ничего не делает, он просто ваше зеркало и показывает, блин, ну, посмотри на себя, ты так относишься к себе, ты этого не видишь, поэтому я пришел тебе, как учитель, показать, чтобы ты увидела себя в зеркале, и все, и спасибо надо просто сказать всем этим учителям вокруг нас, которые нам показывают нас, да, как мы к себе относимся, как мы убиваем свое тело, как мы убиваем свое время, как мы убиваем свой досуг, убиваем свое творчество, не хотим ничего делать, не давать никакую пользу этому миру, ничего созидать, то есть мы, блин, стадо и потребители, которые только пожрать, бухнуть, скупить по магазину, показать, посмотри, какой я крутой, я лучше тебя, а если не получается показать, лучше тебя унизить, и тогда на их фоне еще лучше там покритиковать, то есть мы только вот это умеем, а потом мы задаем себе вопросы, а почему в моей жизни происходит какая-то жопа, ну, потому что мы вот так вот живем, и наплевательски относимся к своей жизни, травим свое тело, не задумываемся, что мы жрем, не задумываемся, что мы пьем, не задумываемся, как мы себя ведем, как мы обижаем близких, как мы обижаем родных, как мы обижаем себя, себя критикуем, мы не хвалим других людей, не вдохновляем, не вдохновляем себя, не хвалим, ой, кто-то скребется, сейчас дверь откроет, по-моему, соседка пришла, ты скриплась, Она в эфире мне пишет Открывай дверь Как возле Басика, хорошо? Да Уже в эфир зашла Это я там, что ли? Да, я тебя смотрю, чтобы понять, когда вернуться Но я поняла, что это будет долго, поэтому решила вернуться У меня уже телефон сел Поэтому я уже буду заканчивать Вот очередная, как сказать От меня Короче, залечила я вас Очередное лечение Головомойки То есть, если вы не хотите страдать Это в ваших силах Просто подумать и пересмотреть ваши действия Что вы делаете Как вы себя отговариваете Задать себе вопросы Это называется осознанность Мы задаём себе всегда вопросы То, что я сейчас делаю Приносит мне пользу или нет Если нет, примите это И просто потом не жалуйтесь Почему с вами что-то происходит не так И когда вы в принятии Даже вот вы в принятии То есть, взяв на себя ответственность Что вы сейчас что-то делаете не так Ну, действительно, там, убиваете себя Не действуете на пользу себе Этому миру Потом принимаете, что с вами случается И тоже не токсичьте Не уходите в уныние А понимаете, почему это случилось То это быстро разрулится Потому что вы осознанно понимаете Что да, вы себе навредили Последствия получили Увидели Урок получили Как бы осознаёте причину следствия Да, то вот эти вот все Проблемные события Они очень быстро Проходят И снова всё становится хорошо Но когда мы это не отслеживаем Мы будем всё время Здравствуй, грабли Бесконечно на Каких-то негативных позициях Жить Негативных событиях Бесконечных Да, одно будет цеплять другое Вот, пока мы не осознаем Почему А это всё наше поведение К себе Да, как мы относимся Спасибо большое Что вы были со мной На протяжении этого долгого времени Эфир я сохраню Всем пока Желаю вам Кайфа Кайфа от всего Что вы делаете И Благодарите себя За любые мелочи Когда вы Благодарите себя За каждую мелочь Что вы сделали для себя Вот даже вот просто Утром встали Банально Вот просто банально Пошли в душ Похвалите себя Какой вы молодец Чистенький И там Водичка льётся Смывает с вас И грязь И негативную энергию И вы такие Блин В благодарности Ваш день Пройдёт Вот так На ура Потому что вы Начинаете С мелочей Генерировать Эту энергию Видеть Причину И следствие Находясь Находясь Здесь Сейчас Когда вы Это видите Когда вы Хвалите себя Вы здесь Сейчас Находитесь У вас есть Энергия Она дальше Преобразуется В новые шаги В какие-то новые планы Всё хорошо происходит Но если утром Вы встали Не с той ноги Начинаете Уже Блин На всё Злиться Критиковать То у вас День Весь Тоже Пройдёт Такой же Выходите Быстро Из этого Состояния Всё Целую Обнимаю Я вас Утомила Сохраню Эфир Да Подписывайтесь На меня Буду дальше Продолжать Головомойку Пишите Комментарии Чтобы обратная Связь Хоть какая-то Была Да Что ещё Ставьте Сердечки Пока